Продолжение следует... Продолжение следует... То мои большие друзья из баскетбольного клуба Стремление легко вам в этом помогут. Как спросите вы? Да на самом деле более чем просто. Практически каждый день самые топовые тренеры клуба абсолютно бесплатно проводят для своих воспитанников и вообще всех желающих прямые эфиры с баскетбольными зарядками. Под словом топовые, если что, я имею ввиду Ярослава Королева, который играл в NBA и выбирался на драфте, Андрея Петухова, парня, который в сборке нашей был и за многие клубы в РФ побегал, и даже Сан Саныча, генерального директора-создателя БК Стремления. Плюс, помимо бесплатных эфиров, сейчас у ребят стартует набор и в платные группы, где будет детальное и более глубокое погружение как в упражнения, так и в тактику с разборами движений игроков в NBA, различных схем нападений и защиты и баскетбольного английского с ответами на самые важные вопросы. Как попасть в NBA, куда идти и на что смотреть? Только от людей, которые реально там побывали. Поэтому прямо сейчас я настоятельно вам рекомендую по ссылочкам в описании смело переходить на сайт БК Стремления и их Инстаграм, для того, чтобы по-настоящему прокачать не только свои навыки с профессионалами, но еще и получить ответы на все интересующие вас вопросы. Февраль 2017 года. Противостояние Спартанбурга и Оукбрук-Вар-Сити. На самом деле, до этого самого эпизода, пока интересующий сегодня нас герой по имени Брайсон Бишоп не выйдет защищаться в треть четверти против тогда еще только-только набирающего популярность Зайна Уильямсона, игра эта будет проходить в привычной для каждого школьного матча Зайне манере, то есть манере доминирования. Кстати, забегая немного вперед, давайте-ка им сразу тут тоже немного приоткрою занавес тайны и столь потрясающего выступления новичка сегодняшних Пеликанс в школе. Ибо там тоже есть один маленький фактор, который во многом и определил все будущее парня. Дело в том, что я не просто так кинул акцент на слово «маленький». Все потому, что из рассказов многих школьных тренеров, чьи команды входили в Independent School Association, то есть в чемпионат, где и выступала Тима Зайна, лигу это еще называют неофициально «лигой низкорослых старшеклассников». То есть ребят, которые в седьмом, шестом, восьмом классе, как вы понимаете, банально не обладают как достаточной антропометрией, так и физухой, что, собственно, по Брайсону Бишопу и было заметно невооруженным глазом. Ведь на первый взгляд может показаться легко, что против Уильямсона поставили какого-то просто сверхотважного пятиклассника, но на самом же деле парни были практически ровесниками, а Бишоп на момент съемки видео, обладающий ростом всего лишь в 168 сантиметров, естественно, просто никак не мог не привлечь к своей персоне внимание, особенно, когда в защиту ему достался Зайон. Кстати, если вы подумали прямо сейчас, что на этом вся школьная карьера Зайна должна быть теперь в нашей памяти перечеркнута и обнулена, что более актуально, то это не так, потому что специально Уильямсона, само собой, никто туда не пропихивал, дабы он выглядел динозавром, например, на фоне птенцов. Просто так получилось, что на момент его выступления в школе Лига имела наибольший недостаток высококлассных и атлетичных игроков, благодаря чему сочетание атлетизма и габарита Уильямсона и позволило ему настолько сильно выделяться и отличаться от остальных. Плюс мы не забываем, что все-таки прыжок и, опять же, атлетизм у него был на каком-то сверхневероятном уровне. Теперь же возвращаемся к моменту самого матча и вопросу, собственно, того, а какого хрена вообще пацан ростом в 168 сантиметров, исполняющий в своей банде явную роль разыгрывающего, вышел обороняться против игрока, который мог бы легко через него вдолбить постер, отправив тем самым оппонента в область баскетбольного лобби. Тут на самом деле тоже история забавная. Как вы понимаете, когда Зайан каждый раз выходил на парке в школьном чемпионате, перед ним стояла одна очень простая и достаточно примитивная задача. Как можно больше накалашмать очков сопернику, как можно больше отгрузить эффектных данков и как можно больше тем самым обратить на себя еще внимание скаутов и СМИ. У команд же, выходящих против него играть и в первую очередь коучей, таргет был совершенно иной. Не позволить во что бы то ни стало этому парню забить очередные и привычные 30-35 плюс очков. Отчего вариаций испробованных на нем комбинаций от различных команд было бесчисленное и бесконечное множество. И вот как раз таки тогда, когда Брайсону во время таймаута тренер сообщил, что они сейчас играют бокс энд ван, одну из простейших и любимых комбинаций обороны в школе, и не только на самом деле в школе. Кстати, заключается она, если что, в том, что 4 игрока защиты просто встают в зону, а оставшийся игрок, чаще всего это как раз таки позиция разыгрывающего, работает лично. В общем, Бишопу было сказано одно. Ты персонально работаешь с Уильямсоном, поэтому просто выйди и без страха и сомнения останови его до того момента, как он попытается забить нам очередной мяч из краски. Но уже легендарных и мемных кадрах видно, как высший после перерыва Брайсон как будто бы пытается надавить и напугать Уильямсона своим напором и хлопанем в ладоши. Но на самом же деле, как расскажет парень, после матча подбадривал он в этот момент в первую очередь себя, потому что прекрасно знал и понимал, кто такой Зайан Уильямсон. Он в буквальном смысле пересмотрел все его хайлайты с данками до встречи в чемпионате, отчего становиться очередным следующим, через кого бы Зайан просто вдолбил бы свой рядовой данк, он явно не хотел, не собирался. Хотя, наверное, понимал, что его персона подходит для этого, ну, чуть ли не лучше всего. Однако, как только в руки Уильямсона мяч таки достается, Бишоп ничего не придумывает лучше, как просто взять и свалить. Все. За что от тренера он предсказуемо получает плюсик, в карму получает тоже плюсик, потому что не испугался популярности, хайпанул на будь здоров, да еще и потом пару важнейших трех ассистов Спартанбургу отгрузил на таком-то моральном подъеме. Конечно, да, это не спасло его команду в тот момент от поражения, и очередные 30 плюс очков от главного школьного доминатора все равно были забиты. Да и надо сказать, что во всех последующих пяти встречах Тима Брайсена все равно будет проигрывать, однако для него же конкретно этот поединок и этот самый момент стал маленькой локальной победой. И это может только радовать, особенно в условиях нынешнего безбаскетбольного положения, на фоне которого этот видос, опять же, всплыл в Твиттере и уже к пяти миллионам просмотров на Ютубчике добавил еще 4 миллиона твиттерских, и хрен еще знает, сколько там инстаграмовских, потому что его репостили все, кому не лень, в том числе и я в свой паблик. Но если вы на этом моменте подумали, что история Брайсена Бишева подошла к концу, то это на самом деле не так. Во-первых, хочется рассказать тут, как сам Брайсон далее продолжил свою карьеру, ведь по истечению того времени, когда он играл против Уильямсона, в голове у него закралась одна очень интересная мысль. Знаете какая? О том, что он теперь хочет оказаться во что бы то ни стало по ту сторону их противостояния, то есть в одной команде с главной звездой школьного баскета. Однако, переведясь на будущий год в Спартанбург, Уильямсона он там уже застал только в качестве ученика и не более, потому что тот был отправлен в более старшую команду и сыграть им вместе так и не удалось. Из рассказа опять же самого Брайсена можно узнать, что их первая встреча в качестве учеников одного учебного заведения произошла достаточно холодно. Зайан парня узнал, который отважно против него оборонялся в чемпионате, но особого восторга от этого не испытал, хотя, конечно, с чего бы вдруг он вообще его испытывал, тоже не ясно. Сегодня же Брайсон Бишоп продолжает свое обучение уже в Спартанбурге, выступая за старшую команду и являясь там, между прочим, основным разыгрывающим и капитаном. Совсем недавно ему покорилась отметка в 1000 поинтов за карьеру, что, может быть, да, не является чем-то выдающимся в масштабах штата или города. Кстати, по Северной Каролине он по оценке скаутов находится на 45-м месте и сотне, что очень даже неплохо. Но в масштабах школы, согласитесь, это вполне себе достижение. Не каждый школьник забивает 1000 очков. Поэтому я лично после того, как погрузился больше во всю эту историю, могу сказать лишь одно. Парень, во-первых, продолжает пахать, сейчас он подрос до 175 сантиметров, полноценно готовится к университету и не пользуется, что очень странно, упавшей на него однажды популярностью, при том дважды, введя аккаунты только в Твиттере и не более. В завершении выпуска, опять же, спрошу вас, хотели бы вы видеть подобные ролики о подобных, больше, наверное, интернет-героях, которые засветились где-то на одном, на паре видосов и потом пропали с радаров, или же нет. Если интересно, если хотите продолжения, пишите об этом в комментариях и поддержите видос лайком, так мне будет понятно. Ну а на этом у меня сегодня все. Я уже сказал, чтобы вы ставили свои большие пальцы вверх, ставьте, если видос вам зашел. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых роликов, скоро будет их еще больше. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok